Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Меня зовут Мария. Сегодня будет очень интересное парфюмерное видео. Я вам хочу сегодня рассказать о достаточно новом, молодом, но уже очень нашумевшем парфюмерном бренде под названием Буш. Я о нем узнала год назад, в принципе, плюс-минус, когда он только появился на рынке. Я, честно говоря, очень долго сомневалась вообще, стоит мне знакомиться с ароматами этого бренда или нет, потому что отзывы были настолько противоречивы, от просто гневных отзывов до очень положительных. И мне кажется, возможно, в чем-то даже это бренду сыграло на руку. Даже, как говорится, даже плохой, негативный какой-то пиар, это тоже пиар. И за счет этого, мне кажется, этот бренд просто у всех на слуху. Мне кажется, его знают практически все парфлюбители, даже не практически, я думаю, наверное, все. И мне, кстати, было очень интересно изначально с ним познакомиться. Весь этот год меня как-то терзали вот такие вот сомнения. Мне очень было интересно познакомиться. Но вот сколько я смотрела на «Золотом яблоке», по-моему, в нашем городе не представлен этот бренд. И я все думала, может быть, заказать вслепую, не заказать. Мы парфлюбители любим вот этого, заказать вслепую. И что удобно, кстати, у них также есть миниатюры. Тревел-версия по 11 мл. Это, кстати, очень удобно. И вот мне выпала, можно сказать, такая возможность, благодаря самому бренду Bush, протестировать ароматы. Эти ароматы мне присланы на тестирование. То есть это не реклама, девчонки. Мне никто не платил за то, чтобы я говорила хорошо или плохо. Мне просто предоставили ароматы, чтобы я высказала свои впечатления, познакомилась с ними и все. И я с ними познакомилась, чему очень рада. С одной стороны, ты считаешь, вроде положительные отзывы, кто-то говорит хорошо, кто-то плохо. Но в парфюмерии это всегда так. Парфюм это вообще такое дело, что один может ощущать что-то приятное, другое что-то не очень приятное. И я вот все думала, как мне познакомиться и не познакомиться. И все-таки рада, что познакомилась. В линейке ароматов у них 7 представлено. У меня все они 7 есть в миниатюрах. Сегодня я вам расскажу впечатления о каждом из ароматов. И если, кстати, вы уже знакомы с парфюмерией этого бренда, то пишите мне в комментариях, какой вам нравится больше вообще. Как вам этот бренд? Какое у вас отношение к нему? У нас основная волна негатива была из-за того, что у бренда есть ароматы, которые похожи как бы на уже имеющиеся, более популярные. И что могу сказать, забегая вперед, что да, есть такие композиции, но они не похожи на 100%. То есть ароматы обыгранные, добавлены совсем другие ноты, то есть они звучат абсолютно по-другому. Да и мне кажется, в наше время, в последнее время, очень много брендов, которые делают ароматы схожие с какими-то уже имеющимися. Поэтому сейчас это как бы особо-то и ничего в этом такого сверхъестественного-то и нет. Потому что действительно очень много таких ароматов уже представлено на рынке парфюмерии. И давайте приступим. Расскажу вам о каждом аромате свое впечатление. Нравится, нет и в общих чертах вообще, что за аромат. Итак, первый аромат у меня называется Drunk Cherry. Это пьяная вишня. Всем, конечно, понятно, что аромат этот по мотивам Том Форда Lost Cherry. И что касается этого аромата, у нас сладкий фруктово-вишнево-миндально-ореховый аромат. Здесь у нас верхние ноты ликер, вишня, белый шоколад, горький миндаль, средние ноты ваниль, лавр, цветок вишни, семена моркови, слива и жасмин. Базовая нота Сандау, перуанский бальзам, почули из Индонезии, кумин и экстракт белого кедра. Так, сейчас нанесу аромат. Я, в принципе, с ним хорошо так уже познакомилась, разносила его. Что могу сказать? Да, понятно, что схожесть есть, но это не 100% схожесть. Здесь для меня больше ликера, то есть он прям алкогольный. Вишня действительно пьяная, потому что прям вот алкоголь, здесь прям вишня пропитана этим ликером. Миндаль, сладость, так же себя ощущаю, но здесь как будто бы он ярче. Во-первых, из первых преимуществ таких в сторону этого аромата, что он на мне держится очень долго, в отличие от Lost Cherry. Lost Cherry на мне там пару часов, и просто он улетучивается. Этот аромат 5-6 часов, а то и больше держится. Он более яркий, он более шлейфовый, он более громкий, кричащий, в хорошем смысле того кричащий, более такой терпкий, алкогольный относительно Томб Форда. Там тоже, конечно, в Томб Форде есть алкоголь немного, но здесь алкоголя намного больше. И вот этот аромат мне, честно говоря, понравился даже больше, потому что он ярче. Вот именно в Lost Cherry мне вот этого уж не хватает какой-то ярко выраженности, то есть там нету какого-то такого прям яркого звучания в аромате, как-то все немного размыто. То здесь прям аромат очень яркий, мне он понравился, кстати, с удовольствием использую эту миниатюрку. Следующий аромат, который тоже мне очень понравился, называется он La Vambe. Это у нас аромат фруктовый, землистый, цветочный, сладкий, цитрусовый. Верхние ноты аромата это трюфель, абрикос, камкват, груша, бергамот и тунисские нироли. Средние ноты османтус, цветок апельсина, роза, магнолия, базовые ноты, японская ваниль, геомис, белый мускус, мускатный орех, дубовый мох, иланг-эланг и бессмертник. Скажу сразу, что этот аромат мне не напомнил ничего из уже имеющихся, возможно, я не знаю этот аромат, на какой он похож. Для меня это очень такой аромат, очень такой самобытный аромат. Возможно, где-то может быть отдаленно, чем-то он может напомнить Killian Love, но прям очень-очень отдаленно. А так он очень приятный. Он такой, мне нравится здесь сочетание сладости, терпкости, кислинки какой-то такой именно фруктовой. На старте действительно есть что-то такое трюфельное, также в аромате есть такие какие-то почулевые, землистые немного ноты. Но это так интересно, что вроде есть вот эта вот какая-то такая мрачность немного, вот именно почули, томность, но в то же время есть свежесть. Возможно, эта свежесть дает кумкват, потому что кумкват, в принципе, он звучит как цитрус, но в то же время в нем есть сладость. Особенно, если он присыпан сахаром, такой сушеный кумкват, интересный, мне он понравился очень. Он такой глубокий аромат. И вот это сочетание томности, немного такой даже мрачности для меня и какая-то такая свежести, в то же время жизнерадостности. Аромат для меня такой действительно вамп. То есть, эта женщина вамп, она как какой-то, не знаю, человек-оборотень. Она вроде сначала такая позитивная, ля-ля-ля, цитрусовая, потом она раз и превращается в такую женщину вамп на шпильках, красная помада на губах. То есть, это прям такой аромат, который трансформируется, меняется. И это прям один из фаворитов. Мне даже, я бы сказала, он понравился больше всех. Он прям шикарный, действительно, мне прям он очень понравился. Следующий аромат называется Love Narcotic. Аромат у нас цитрусовый, фужерный, бело-цветочный. Верхний нотный аромат это бергамот и итальянский лимон, цветок апельсина, маршмеллоу, белая смородина. Средние ноты фиалка, ладан, жасмин. Базовые ноты бурбонский ветивер, мускус, розовый перец, дубовый мох, черный перец и ягоды можжевельника. И что касается этого аромата, это композиция в духе Bal de Afrique от Bayreda. Но этот мне нравится даже больше, на удивление. Здесь он как будто бы более свежий, в нем больше воздуха, в нем больше цитрусов. Для меня, что Bal de Afrique также есть, он для ее очень похож на Bal de Afrique. Для меня там есть вот какая-то такая шершавость в аромате. Здесь такой шершавости я как-то кого не ощущаю, прям как будто бы кожура персика. У меня вот такое ощущение, прям вот такая шершавая, такая пушистая. Здесь я этого не ощущаю. Здесь, конечно, все. Есть вот база схожая с Bal de Afrique, но здесь очень много цитрусов. За счет этого аромат более свежий, такой цитрусовый, воздушный, освежающий. Абсолютно недушащий. То есть, вот допустим, что Val de Afrique от Tar Collection, что Bal de Afrique. У меня как-то немного поддушивает вот эти фрукты, персики. То здесь аромат, наоборот, как-то освежает за счет вот этих цитрусов. Поэтому вот это, в принципе, похоже на Bal de Afrique, но здесь очень много такой прям овердоза цитрусов. Очень приятно. Летом классно. Я прям его вот носила очень активно. Уже прям много здесь его так использовала, потому что я прям активно им поливалась. Мне нравится этот аромат. Он держится, кстати, дольше, чем Bal de Afrique. Bal de Afrique на мне вообще держится. Там, не знаю, часа два и всего как будто бы не было. То этот минимум четыре часа. Понравился. Тоже классный такой в духе Bal de Afrique, но прям такой свежий, цитрусовый. Следующий аромат под названием Lure. Это у нас цитрусовый, бело-цветочный, пудровый, фужерный аромат. Верхние ноты у нас Tangerine. Эссенция нероли, цветок апельсина и смородиновые почки. Средние ноты Мимоза, Магнолия, Грейпфрут, Джасмин, Самбак и Таитянская роза. И базовые ноты аромата это Белый мускус, Ветивер, Серый амбра, Атласский кедр и Белый гелиотроп. Для меня этот аромат оказался немного сложноватый в понимании. Не то, что сложноватый, это немного не мое направление. Скорее всего, наверное, так будет правильнее сказать. Я его не оценила прям по достоинству. Этот аромат тоже абсолютно ни на что не похож. И для меня это вроде и фужерно с ним есть. Как будто бы немного даже шипра я ощущаю за счет какого-то такого мшистого звучания. Он прям зеленый, он цветочный и вот именно, знаете, я ощущаю цветы и зелень. Прям траву, зелень. Вот такой прям он звонкий, зеленый аромат. И в то же время в сердце аромата и Мимозы, и Магнолия. То есть он такой прям действительно цветочный-цветочный. А я не люблю цветочные ароматы. Вообще, в принципе, моно-цветочные ароматы это абсолютно не мое направление. Поэтому я больше люблю цветочно-фруктовые ароматы. Фруктовые. Вот что-то в этом направлении. А здесь прям вот классический такой весенний. Я вот представляю этот аромат идеально на весну. Потому что он прям женственный, прям вот женственный-женственный. Такой цветочный, такой воздушный, такой прям. Вот я представляю именно девушку такую утонченную на каблучках, такой в летящем платье. То есть это прям весна. Это гимн весне. Цветет Мимоза. Прям Мимозу я здесь ощущаю очень насыщенно. Прям 8 марта. Если вы любите такое направление, то присмотритесь к этому аромату. Я ничего подобного не встречала. Это прям действительно такой самобытный аромат. Очень интересный, но вот такой прям цветочный. Если любите такое цветочное направление, то советую присмотреться. Следующий аромат называется Плэжа. Это у нас акватический, фруктовый, фужерный, горький аромат. Верхние ноты оливка, абрикос и жасмин. Средние ноты тубероза, нарцисс, лист фиалки и майская роза. Базовые ноты вирджинский кедр, амбра, бурбонский витивер и фрезия. И что касается звучания этого аромата, это композиция в тему девочки от Kylian. Только здесь абсолютно для меня отсутствуют ноты, допустим, взять как Good Girl Gone Bad, также это Королева Шеба от Atar Collection. В Шебе я прям ощущаю явно табак. Что касается табачности в девочке от Kylian, я немного-немного, но все равно там ощущаю табак. То здесь я табака абсолютно не чувствую. Вот абсолютно. Этот аромат действительно похож на девочку, но он вообще лишенный какой-либо табачности. И прям очень сливочный аромат. Прям очень такой вкусненький, я бы даже сказала, сливочный аромат. Вот, очень приятный, нежный такой, обволакивающий. Это действительно такой прям сливочный, сливочный, мягкий, приятный. Вот это персики. Прям сочные, сладкие персики в сливках. Обалденно просто. Следующий аромат называется Rouge Bizot. И это у нас аромат свежепряный, фужерный, фруктовый, цитрусовый. Здесь у нас верхний нот. Это персик, абрикос, бергамот, личи, малина и палисандр. Средний нот цветок мандарина, розмарин, пион и египетский жасмин. Базовые ноты базилик, дубовый мок, белый мускус и парагвайский петит грейн. И это у нас аромат на тему очень известного аромата Fleur Narcotic. Очень похож он, да. Но для меня он опять же как будто бы более свежий. То есть у Fleur Narcotic есть какая-то нота, которая прям иногда мне не очень нравится. Как будто мешает, такая першащая. То здесь опять же на старте цитрусы аромат более воздушный, аромат более звонкий, легкий, приятный. Много на нем не буду останавливаться, потому что он действительно очень похож на Fleur Narcotic, но более цитрусовый. Если вы любите это направление, но вам хочется больше воздуха, свежести в аромате, то тоже можно присмотреться. И действительно в нем вообще отсутствует какая-то такая нота свербящая лично для меня, которая есть во Fleur Narcotic, которая многим не нравится. Не знаю, что отвечает за эту ноту, но здесь больше цитрус. Средний аромат называется Top Secret. Это у нас свежепряный, пудровый, фужерный, травяной, сладкий. Верхние ноты это календула, шафран, нектарин и миндаль. Средние ноты базилик, амбра, жасмин, кедр и фрейзи. Базовые ноты это у нас пудровые ноты, колокольчик, рис, мускус, древесные ноты и палисандр. И это у нас аромат великой, ужасной Бакару Руш. Но знаете, что могу сказать? Он, конечно, похож на Бакару Руш, но тоже, как в предыдущем аромате, он более как будто акварельный. И, кстати, вот здесь для меня больше сладости, чем в классической Бакаре. То есть в Бакаре для меня нет такого количества сахара и сладости, как есть здесь. Но это не приторность, а просто как будто бы он более сладкий. То есть здесь сглажены ноты вот этой вот йодистости, ментовости, можно сказать так. И прям как будто бы больше сахара. Но долго не буду останавливаться на этом аромате, потому что, думаю, Бакару Руш знают все. И вот это то же самое, только немного послаще. Вот этот аромат, конечно, не особо мое. Девчонки-мальчишки, рассказала вам о всех семи ароматах. И, подводя итог, что могу сказать? А что касается того, что ароматы похожи на более известные, к этому, в принципе, я отношусь так нейтрально. Я не скажу, что я отношусь плохо или хорошо, потому что сейчас такого на рынке парфюмерии много, как я и сказала. Другой вопрос в том, это цена. То есть если вы хотите, допустим, получить звучание Бакаре Руш, вот стопроцентное, то, конечно же, вам нет смысла покупать, допустим, Буш, вам проще купить Бакару. Но, опять же, я эти ароматы сейчас оцениваю уже с точки зрения самостоятельных, потому что, да, они похожи, да, они в духе некоторых ароматов, но в то же время даже эти ароматы, которые похожи, они все равно имеют свое лицо. У них есть своя изюминка. Также взять, если аромат схожий с девочкой от Killian, он все равно более сливочный, более нежный. Также, допустим, взять Rouge Bizo, он, допустим, похож на Fleur Narcotic, но он более нежный, он более цитрусовый. Допустим, может, вам нравится направление Fleur Narcotic, но вам, допустим, не нравится, как и мне, вот это какая-то такая фруктовая свербящая нота, то это вам версия, возможно, придется по душе. Поэтому все нужно пробовать, все нужно тестировать. Я всегда об этом говорю, что, допустим, слепые покупки – это очень плохо. Я знаю, что сама их совершаю, но в то же время это нехорошо. Поэтому я вам, конечно, советовала протестировать эти ароматы и не относиться к ним слишком как-то скептически, протестировать. И, возможно, вы, наоборот, в них найдете то, чего вам не хватало. Допустим, вот в этой версии вы найдете того, что вам не хватало, допустим, во Fleur Narcotic или здесь не будет того, что вам там мешало. То есть не относитесь к ароматам как просто таким же. Они абсолютно другие, да, что-то есть в духе, но звучание другое, раскрытие тоже у аромата совсем другое. Поэтому оценивайте эти ароматы как отдельные. Соответственно, вы посмотрите совсем по-другому на эти ароматы. Да, я сказала, другое дело, что я не могу сказать, что это какие-то бюджетные аналоги, потому что это абсолютно не бюджетные ароматы. Но воспринимайте их не как аналоги, а как самостоятельные ароматы, которые просто в чем-то схожи. Потому что бывает такое, даже тестируешь, допустим, люксовые ароматы и вообще разного сегмента и находишься в том, что-то общее, допустим, уже с имеющимся. Ну, в общем, вы меня, думаю, поняли. Поэтому все индивидуально нужно тестировать. Сказать, что я разочаровалась в этих ароматах, нет. Я ожидала серьезно услышать прям 100% клоны, которые вообще никак не меняются, никак не звучат по-разному. Я думала, что будет что-то такое. Но ароматы меня в большинстве своем очень удивили. Просто дело в другом. Нравится мне направление этих ароматов, на которые они похожи или нет? Тут выбирать только вам, только вам тестировать. Поэтому смотрите, конечно, сами, думайте сами, решайте сами. Я хотела познакомиться с этими ароматами, я познакомилась, и я рада. Потому что я все-таки считаю, что нужно всегда самому знакомиться, самому все узнавать. Мнение окружающих – это хорошо, отзывы. Но ваше мнение всегда для вас должно быть в приоритете. Я, как и сказала, слышала много различных отзывов, но сейчас я познакомилась сама, и теперь я уже знаю, что это, какие это ароматы. И я во всем в жизни стараюсь придерживаться этого, то есть не слушать ничего мнения, доверять только своему. В общем, огромное спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях свое мнение о данном бренде, о данных ароматах, как вы к ним относитесь, есть ли у вас фавориты из данной линейки всей. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. Я с вами прощаюсь. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok